Всем привет, Насер Даншем! И этот урок, этот видео можно считать как бонусное видео-дополнение к тем урокам, на котором я показывал, как анимировать анимацию. Вот, в этом, ну, уроке, скорее всего, даже, ну да, можно так назвать, я буду показывать, как, допустим, вскрыть исходный код. Картинки, допустим, вы скачали из интернета GIF-анимацию какую-нибудь, GIF-ку, которая крутится, там колесико, допустим, какое-то, или, который вращается, или человечка, который, допустим, ходит, и как просмотреть её, ну, как её изменить в принципе, как, возможно, в фотошопе это сделать. Ну, я, у меня была скачана такая картинка интересная, вот, допустим, спиннер. А есть ещё у меня, который я сам создал по образу и подобию спиннера, ну, как бы банан, который крутится так же, как спиннер. Спиннер я скачал из сайта Beeline, то есть, там была такая GIF-ка, я её скачал, сохранил, и вот такой вот спиннер интересный. Сейчас покажу, как он работает. Вот, этот спиннер просто окно загрузки, то есть, видите, он вращается, вращается, вращается. Ничего не происходит особенного. И я хочу, допустим, ну, и свой банан так же покажу, допустим, в принципе, аналогично совершенно, то есть, он вращается, вращается. Вот, видите, он вращается просто. Вот, итак, как же открыть эту спиннер? Для того, чтобы её открыть, нужно просто нажать сюда «Открыть», найти эту самую картинку, GIF-ку здесь. Где она тут находится? Вот она, вот спиннер, 0, 0, 3. Вот, и я открываю её. Вот, и видите, сразу появляются исходные данные, как бы, этой картинки, то есть, очень-очень много разных картинок, с помощью которых, вот, я в предыдущем видео показывал, как, допустим, ну, заставить двигаться этого человечка. Он состоит всего лишь из трёх кадров. Видите, три кадра, которые переходят между другом. Вот. А здесь этих кадров очень много. По сути, можно, допустим, изменить какой-то кадр, или изменить время, то есть, по сути, это так выглядит. Сам спиннер. Вот, я нажимаю. И вот он начинает вращаться. Вот, в принципе, это и есть исходные данные. Его также можно корректировать. То есть, для того, чтобы его корректировать, вот, допустим, я хочу изменить... Изменить вот эту вот картинку. Это четвёртая. Для того, чтобы мне её изменить, мне всего лишь нужно выделить её, найти эту четвёртую картинку. Где она там? Вот, четвёртая картинка. Вот она. Вот, видите, она заодно ничего из... Кроме этой картинки, нигде не стоит значок глаза. Только на четвёртом слое. Вот, я его нажимаю, естественно. И здесь просто беру, допустим, какой-нибудь такой бордовый цвет и начинаю рисовать. Чтобы... Я рисую просто показать, где, допустим, находятся изменения. Ничего я здесь больше не... Здесь ничего не нажимаю. Только здесь. Чтобы не сбить ничего, ничего не изменилось. К худшему. Вот, ну, в общем, и дальше запускаю. Запускаю сеть произведения... Произведение анимации. Вот, видите, она автоматически изменилась. То есть, вот, можно смотреть здесь. Вот, видите, фиолетовый. Вот, она меняется. То есть, вот так вот можно произвести само... Само изменение анимации. Также, допустим, вот и у банана, который крутится. Я скину на него также ссылку. Это считается как пасхалка портала, на котором он находится. Я на него... Там нужно будет найти то время подождать перед загрузкой магнитофона, когда он появится. Вот, и там вы можете его найти, как раз откопать и сохранить себе. Вот, то есть, он выглядит вот так вот. На белом фоне он выглядит отлично. Это здесь, потому что здесь прозрачный. На белом он выглядит получше. На самом портале можете увидеть. Допустим, здесь тоже. Вот, беру вот эту вот часть, выделяю, где она тут находится. Надо сначала ее найти. То есть, это шестой кадр. Вот, шестой кадр. Шестой слой. Вот, нажимаю на него, обязательно нажимаю. Не просто где-то здесь, а именно сюда. Вот, и начинаю его редактировать. Вот, допустим, я закрашиваю, допустим, фиолетовым цветом. Вот, и продолжаю движение. Вот, видите, он появился как фиолетовый. И вот он появился фиолетовым. Вот. То есть, вот так вот можно изменить весь исходный код и изменить саму картинку, гифку. На свой вкус и цвет. Только, конечно, если это возможно, если там есть такой кадр определенный. Хотя, по идее, он должен там быть. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Будет еще много интересных и увлекательных видеоуроков на разные темы. На тему рисования, на тему создания видеоигры, которую я хочу создать. И показать вам в Construct 2 это будет происходить. Вот. Подписывайтесь на видео. Всего доброго. До скорых встреч. До встречи.